Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Кто-то недавно написал комментарий под одним из видео, в котором говорилось, что однажды один Сатоши будет стоить 1 доллар. Я был настолько удивлен и восхищен этим комментарием, что решил провести небольшое расследование, чтобы выяснить, возможно ли это. И если да, то когда это может случиться? На данный момент один Сатоши равен 100 миллионной части биткоина. То есть, другими словами, для создания одного биткоина требуется 100 миллионов Сатоши. Так что на самом деле это довольно простая математика, потому что очевидно, что один биткоин должен стоить 100 миллионов долларов, и тогда один Сатоши будет равен одному. Из этого следует, что общая рыночная капитализация биткоина должна составлять 1,8 квадриллиона долларов, или же 1800 триллионов долларов. И тут мы сталкиваемся с небольшой проблемой, которая заключается в том, что общая сумма всех денег во всем мире, если применить самый консервативный подход, оценивается примерно в 81 триллион долларов. В эту цифру входят бумажные, металлические монеты, счета рынков, депозиты и так далее. Другими словами, общая рыночная капитализация биткоина должна быть примерно в 22 раза больше, чем все деньги в мире. Поэтому очевидный ответ на этот вопрос звучит так. Нет. Один Сатоши не может стоить 1 доллар. По крайней мере сегодня. Но возможно это может произойти в будущем, если мы предположим, что все валюты сначала сильно обесценятся, а после исчезнут полностью. И у нас не будет уже никаких альткоинов. Не будет никакого биткоин кэша, никакого биткоина свея и так далее. Но давайте предположим, что это так и случилось, и биткоин станет валютой номер один. Не только в качестве средства сбережения, но и в качестве средства оплаты. Для чего ему вероятно придется реализовать множество таких протоколов, как Lightning Network, чтобы это произошло. Но давайте все-таки предположим. Но давайте все-таки предположим, что все-таки произошло. Теперь нам не нужно будет вкладывать 1,8 квадриллиона долларов в биткоин. Рыночная капитализация так не работает, конечно, но тем не менее это было бы обязательным условием для биткоина, чтобы стоить 100 миллионов долларов. В общем биткоин становится валютой номер один в мире. Но при этом, конечно, мы должны будем сохранить доллар США. Хотя бы для того, чтобы мы могли сделать этот расчет в будущем. Как же мы без живого доллара США будем оценивать биткоин в долларах США? Поэтому предположим, что доллары все еще существуют. И предположим, что этот доллар будет подвержен такой же инфляции, что и сейчас. Некоторые люди предпочитают использовать показатель инфляции в 2% в год. Другие используют 3%, поэтому я буду использовать 2,5. Итак, если мы посмотрим на наше будущее через 100 лет, то покупательная способность одного доллара США упадет примерно в 11 раз от того, что мы имеем сейчас. Другими словами, если у вас есть продукт, который стоит 100 долларов сегодня, вам понадобится 11 сотен долларов, чтобы купить его же через 100 лет. Однако, если мы посмотрим на наше будущее еще через 150 лет, то это число увеличится до 40 раз. Иными словами, вам понадобится в 40 раз больше денег, чтобы купить то же самое через 150 лет. Если мы предположим, что сейчас у нас существует стабильная годовая инфляция 2,5%, то количество денег во всем мире тоже увеличится. Что сделает шансы на то, что один сатоши будет стоить 1 доллар более высокими. Но тут нужно еще кое-что понять. Это все также означает, что если стоимость одного биткоина составляет 100 миллионов долларов, то те 100 миллионов будут гораздо менее ценные, чем сегодня. Потому что именно так работает инфляция. Поэтому лично я с нетерпением жду будущего, чтобы увидеть, что будет через 150 лет. Буду надеяться, что биткоин станет доминирующей мировой валютой, доллар США будет просто-напросто существовать и будет подвержен сильной инфляции. Блин, осталось только прожить эти 150 лет. Думаю, было бы разумно предположить, что через примерно 150 лет, при условии, что биткоин на тот момент будет составлять примерно четверть мировой экономики, мы увидим один сатоши за 1 доллар. Правда и за доллар тогда получится купить меньше. Ну а пока что это звучит настолько же утопически, насколько же и нереально. На самом деле, всей этой информацией можно вынести одну полезную вещь, которая заключается в том, что если вы хотите потратить деньги или получить какие-то наличные, биткоин кажется гораздо более привлекательным, чем доллар США. Если вы хотите сохранить что-либо для будущих поколений, но при этом храните под подушками свои долларовые купюры, то вы явно делаете что-то не так. В такой ситуации хотя бы инвестирование в биткоин выглядит гораздо привлекательнее. Но это всего лишь мое личное мнение по этому вопросу. Конечно, у нас есть проблемы с масштабируемостью, также у биткоина есть куча конкурентов. Кроме конкуренции в криптовалюте, у нас еще есть конкурирующие мировые валюты и даже торговые войны. На самом деле, очень много вещей происходит. Но в любом случае, держать доллар США на долгосрок, очевидно, глупая затея. Я уже молчу о гривнах, рублях и прочих национальных валютах. Это все на сегодня, ребята. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и оставить свой комментарий внизу. Спасибо за просмотр, обязательно богатейте. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok